всем привет дорогие друзья и любители 3d печати с вами компания 3d tool меня зовут максим и сегодня у нас на обзоре новый большой фотополимерный принтер от компании form labs form 3l и так на ваших экранах данный принтер во всей красе по традиции оценим его внешний вид посмотрим какие интерфейсы он имеет расскажу о его характеристиках далее рассмотрим софт комплектацию и обязательно напечатаем несколько деталей и так этот принтер печатают из фотополимерной смолы кинематика стандартная для такого вида принтеров платформа перемещается по z при помощи трапециедального винта по широкой рельсовой направляющей по оси x посредством винта швп и рельсовой направляющей перемещается лазерный сканатор благодаря которому происходит засветка фотополимерной смолы в нем располагается два лазера мощностью 250 милливатт принтер оборудован оптическими концевыми датчиками чтобы понимать свое положение в пространстве платформа снимается легким движением в правой боковой части два отсека под установку фирменных картриджей со смолой каждый картридж имеет встроенный чип который определяет количество оставшейся смолы внутри и дает информацию принтеру о типе смолы которая находится в нем в задней части принтера располагаются интерфейсы для подключения подстандартизированный кабель 220 вольт lan разъем для подключения по ethernet разъем usb-b и вай-фай антенна корпус выполнена из металла массивная крышка выполнена из специального материала не пропускающего ультрафиолетовый спектр излучения также она имеет датчик открытия сейчас отправили оси принтер в домашнее положение на фронтальной панели располагается сенсорный жк дисплей давайте установим на место в ванночку на магнитах в ней устанавливается перемешиватель смолы платформа имеет размеры печатной области 35 с половиной на 20 на 30 сантиметров вот таким образом она снимается далее по качанию работы мы можем повесить ее на специальный крючок чтобы излишки смолы стекли обратно в ванночку легким движением платформа устанавливается обратно на свое место калибровать платформу при этом не требуется сейчас мы установим на свои места два картриджа с фотополимерной смолой серого цвета перед началом работы нам потребуется выставить принтер по уровню для этого в принтере установлен гироскоп и вот такая специальная пластина которой мы можем отрегулировать ножки и так уровень выставлен картриджи установлены принтер готов к печати давайте пробежимся по меню в меню мы можем посмотреть историю ранее напечатанных заданий посмотреть текущую температуру смолы и ее остаток в картриджах если мы зайдем в меню подключения то сможем подсоединить принтер к местной вай фай сети или подключиться по протоколу ethernet в системных настройках можно посмотреть текущую версию прошивки настроить удаленный доступ или поставить принтер в спящий режим дисплей очень приятно реагирует точно так же как на смартфоне итак перейдем в софт с принтером поставляется фирменное программное обеспечение при форм выбираем модель нашего 3d принтера форм 3l тип смолы какое разрешение печати будет применено для нашего задания можно выбрать 150 или 25 микрон внизу указываем название для задания которое мы сейчас подготовим мы напечатаем логотип нашей компании 3d tool для этого добавим модель на стол фото примерные принтеры печатают на поддержках и слайсер preform сразу же автоматически их расставил вот таким образом это выглядит в правой части у нас располагается информация о текущем задании в левой верхней части инструментарий благодаря которому мы можем менять параметр нашего задания все максимально просто здесь настройки поддержек дублирование моделей на платформе с автоматическим позиционированием здесь мы можем выставить какое расстояние будет между моделями можно печатать либо одну большую деталь на всю платформу либо множество маленьких далее просто нажимаем кнопку принт и по завершению нарезки модели на слои g-код будет отправлен в память принтера так же здесь сохраняются все логи по печати и можно загружать задание в облачную библиотеку на ваш аккаунт готовый g-код визуализируется на дисплее принтера нам остается только нажать кнопку принт перед печатью форм 3л выдает на дисплее подсказки чтобы мы не забыли открыть воздушные клапаны на картриджик со смолой и защёлкнуть фиксатор платформы пошла подготовка к печати смола немного прогревается и перемешивается по мере необходимости принтер будет доливать из картриджа необходимое количество смолы в ванночку по окончании работы все остатки можно без труда слить обратно в картридж или же оставить в ванне при условии что крышка не будет открываться на длительное время а Платформа погружается в смолу. И дальше уже начинает происходить процесс печати. К сожалению, заснять его нам никак не удастся. Мы будем лишь изредка видеть, как платформа то слегка поднимается вверх, то вновь опускается в ванну со смолой. В данный момент идет засветка первого слоя. На дисплее отображается общее количество слоев и время, спустя которое задание будет готово. С принтером поставляется специальная емкость для промывки деталей. Каждый раз после печати необходимо проводить небольшую постобработку. Готовые изделия нужно сначала промывать в изопропиловом спирте, и удобнее всего это делать в данной емкости. Сбоку здесь есть заземляющий провод, предохраняющий от статических разрядов, так как спирт огнеопасен. Внутри находится сетка, на которой предлагается размещать детали. Ну что ж, тем временем печать завершена. Давайте посмотрим на получившийся результат. Деталька висит, как ей положено, вверх ногами. Сейчас возьмем спирт, промоем ее, просушим, и я покажу поближе. Ну а перед этим давайте рассмотрим комплектацию, с которой поставляется принтер, потому что я буду использовать некоторые вещи оттуда. Нажимаем ОК на дисплее, и погнали смотреть комплектацию. Первое вы уже видели, это пластина для выставления уровня. Далее у нас идет емкость для спирта со специальным носиком. Специальное приспособление со струбцинами для установки на него платформы, чтобы зафиксировать ее на столе и легко отделять получившиеся детали. Также здесь подробная инструкция в картинках, как проводить постобработку. Следующая вещь в комплектации, это помпа, работающая на батарейках. Батарейки, кстати, тоже входят в комплект. Помпа нужна для перекачки спирта, для промывки деталей. Далее у нас идет мастихин, чтобы отделять от платформы детали. Богорезы, они обязательно пригодятся для механического удаления поддержек. Еще один мастихин другой формы. И четыре пакета с латексными перчатками для защиты рук пользователя. Итак, вот наша деталь. Отделяем ее. Промоем в спирте и высушим. Готовый результат на ваших экранах. При слое в 25 микрон деталь выглядит как литье. А тем временем я уже запустил другое задание. Там печатается тестовый набор ювелирных колец. Пока что идет только четвертый слой. Печататься ему еще 13,5 часов. Вот таким образом на дисплее мы можем посмотреть, как выглядят эти кольца. Что ж, печать завершилась. Давайте смотреть результат. Сейчас также промою их в спирте и покажу поближе. Давайте рассмотрим поближе. Великолепная детализация. От одного кольца я уже отделил поддержки. Что ж, друзья, я надеюсь, вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на наши социальные сети. Ссылка на оборудование, как всегда, в описании под видео. С вами был Максим, компания 3DTool. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok